МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С огромным кулинарным опытом пригласить, чтобы он научил нас готовить фаршированную рыбу. Я бы даже сказал, сегодня мы будем готовить не фаршированную рыбу, а фаршированную рыбу. Действительно, фаршированная рыба – любимое блюдо одесской кухни. Вот у нас есть щука. Будем готовить из нее. Но те сложности, которые возникают зачастую у хозяйка, они, конечно, лишают их возможности просто насладиться процессом приготовления. Ведь для того, чтобы на новогодний стол поставить фаршированную рыбу, нужно целый день торчать на кухне и все время заботиться, чтобы оно не прорвалось, чтобы оно не скукожилось и не высохло в духовке. Ну, то есть масса нюансов. Все эти трудности мы сможем преодолеть? Мы сможем преодолеть. Есть секреты, которыми я сегодня с вами поделюсь. Я думаю, что мы можем провести мастер-класс. Для этого нужно выбрать нам одного человека, который будет сегодня стоять рядом с нами. Так кто же из вас, мои дорогие, готов признаться, что у вас не получается готовить фаршированную рыбу? Есть такие, да. Меня Наталья зовут. На прошлый Новый год я решила приготовить рыбу. Начала чистить. Шкурка у меня почему-то отделялась не целиком, а кусочками. Какими-то там правдами-неправдами я ее начинила и сшила. А в итоге это получилась просто какая-то рыбья каша. Я хотела бы вот как раз на Новый год что-то такое вот из рыбы все-таки красивое и вкусное приготовить. Ну вот я вижу, что есть еще история. Меня Светлана зовут. Я недавно вышла замуж. Хочется, чтобы первый наш Новый год семейный запомнился особенно. Поэтому я себе придумала, что это будет фаршированная щука. Потому что муж любит пресноводную рыбу, но боюсь честно опозориться, потому что она у меня почему-то получается безвкусной. Как к ней подойти, с какой стороны? С чего начать? И чтобы потом мой муж гордился и рассказывал, что вот жена постаралась. Помогите, пожалуйста. Кто хочет еще рассказать? Меня зовут Евгения. Каждый год у меня возникают мысли приготовить фаршированную щуку. Я как представила, что это надо снять шкурку, очистить фарш мяса от косточек, потом это все слепить, одеть на нее опять шкуру, и в итоге я купила курицу. Поэтому это мечта, и действительно очень хочется научиться это делать. Света, Евгения и Наталья признались. Это только как минимум три. Я уверен, что гораздо больше. Ну что будем делать? А как же мы выберем, если девушек больше желающих? А почему бы нам не устроить конкурс? Есть хорошее задание, которое мы можем дать нашим гостям. С чего начинается фаршированная рыба? Правильно, с ее чистки. Да. Поэтому давайте-ка мы попросим наших гостей правильно и быстро почистить рыбу. А в результате Сережа определит, кто же из участниц этого конкурса будет готовить вот здесь вместе с нами. Правильно? Абсолютно точно. Вперед, поприветствуем участниц. Пожалуйста, занимайте рабочие, скажем так, места. Ну что, девушки, начинаем чистить. У вас есть одна минута. Так. Ты посмотри, что творят. Да-да-да-да-да, одна другой краше. Ну, по-моему, Евгения вырывается вперед. Старается, конечно, но не очень будет. Я вижу, что Наталья хорошо старается. Молодец. Да-да-да-да-да. Давайте, девочки, осталось совсем немного времени. И минута прошла. И что у вас получилось? Ну, что-то получилось не у всех и не все. У меня есть, друзья, интересное решение. Кто сегодня проиграл? А именно, Евгения, которая хуже всех почистила рыбу. Я считаю, что именно она должна стоять рядом с нами и учиться всему с самого начала. Вот это выбор. Евгения, идите к нам, а вы, девушки, возвращайтесь. Чтобы вам не было очень обидно, вам тоже достаются подарки. Здравствуйте, поближе. Ну, поскольку вы хуже всех справились, то, конечно, вам больше всех и нужна помощь, Сергей. Ну, да-да-да. Для начала я хочу буквально два слова сказать по поводу чистки. Очень правильно было сделано, когда использовалась горячая вода, кипяток, поскольку благодаря кипятку удается снять внешнюю слизь с щуки, и тогда ее чистить намного легче. Итак, друзья, что нам понадобится для приготовления сегодняшнего блюда? Конечно же, щука. Берите весом примерно полтора килограмма. У нас есть немного обжаренного лука. Мы чуть-чуть его обжарили на растительном масле до такого золотистого цвета. Четыре яйца. Вот еще лук. У нас здесь все в двух экземплярах, поскольку мы будем готовить две рыбы. Одну щуку буду я готовить вместе с Надей, а вторую будет готовить Евгения. То есть повторять. Так нечестно. Вы вдвоем, а я одна. Ой, не волнуйтесь. Мы всегда вдвоем, поэтому я не удивляюсь. Овсянка, запаренная на молоке. Сладкая паприка и клюква. Это вот, ну, можно называть его секретным ингредиентом для того, чтобы придать этому блюду невероятный вкус. Довольно неожиданный ингредиент. Это листья нори. Это водоросли. Я думаю, что если не все из вас знакомы с этим продуктом в таком виде, то точно знают его по роллам, которые можно купить в суши-барах. Ну, и простые ингредиенты. Соль, перец и немного воды понадобится. Я так понимаю, что это не совсем традиционный будет рецепт, да? Да, это такой рецепт, который хорошо подойдет для новогоднего праздника, плюс он не такой сложный. Так, ну, мы почистили рыбу. Сначала, естественно, удалили слизь с помощью кипятка. Следующим этапом удалили жабры. Поскольку мы будем готовить с Надей, я думаю, что все-таки лучше нам поменяться своими местами. И дальше мы отделяем хребет, не прорезая шкуру, то есть под реберными костями. Таким образом, чтобы отделить мясо и кости. Кости у нас останутся на хребте. Берем ножницы. Тоже будьте осторожны для того, чтобы не повредить кожу. Я это сделала. Главное, чтобы мы не вырывали мясо. Так, уже непрекрасно получается. Есть. Следующий этап. Берем самую обычную ложку. Где-то под кожей мы ищем, где находится мясо. Вот таким образом его начинаем отделять от шкуры. Соскабливаем. Ювелирная работа. Смотрите, то есть боковой частью, вот так вот, под наклоном. На этом же этапе можно определить, остались какие-то кости. Женя, а вы как встречаете Новый год? Мы обычно встречали на горнолыжных курортах. У нас такая спортивная семья. А вот родилась дочка 7 месяцев назад, и будем встречать дома. В одну миску все складываем. Общий фарш. Значит, вы на горных лыжах? Да. Старшему 8,5. При том, что первый раз, когда мы поехали на горнолыжный курорт, ни я, ни сын наотрез мы отказались. Мы когда увидели, что это такое, сказали, о нет, мы пошли на санках. Муж катался в одиночестве. А потом же взяли инструкторов, все по-взрослому. И тут вы влюбились. Это просто захватывающе. Ну как вам, Жень? Нормально? Получается? Да, но первый раз немножко проблематично, но я думаю, что с опытом будет быстрее. У вас получилось замечательно, так же, как и у Сергея практически. Не надо бояться. Друзья, ничего не порвалось. Кстати, не вздумайте удалить хвост и голову, это важно. Кости мы перебрали. Если попалось немножко, сложно бывает, до единой кости удалить, в мясорубке все равно это все перемелется. У нас есть специальная насадка-мясорубка в нашей кухонной машине, и это очень удобно, потому что с работой мы справимся быстро. Фактически, кухонная машина сделает все за нас, нам нужно только переключать скорость и таким образом регулировать процесс. А мощности будет достаточно, чтобы измельчить фарш до нужной консистенции, и мелкие косточки мы практически не заметим после обработки. В мясорубку мы отправляем овсянку, запаренную на молоке. Естественно, мы отправляем туда щуку уже почищенную и лук. И пока кухонная машина так ловко работает, скажи, пожалуйста, пропорции молока и овсянки. Молока должно быть в два раза больше, чем овсянки. Поэтому, если мы берем 50 граммов овсянки, то нужно 100 миллилитров молока. Женечка, ну а что вообще традиционно вы готовите для семьи? Ваши коронные блюда. Так как я 15 лет прожила в Средней Азии, это плово. Ух ты, а где? В Туркмении. Дынь наелись, наверное. Ой, дынь, и дынь здесь таких нету. Из коронных блюд, лазанью. Хорошее туркменское блюдо. Пока вы здесь мило беседовали, я все закончил. Так, смотрите, сколько у нас получилось. Фарша много. Сюда же, Жень, добавляйте мне яйца. Все четыре? Да. Я напоминаю, что мы делаем на две порции, поэтому понятно, если делаете одну рыбу, то делите все на два. Друзья, у нас есть немного воды. Я добавлю буквально столовую ложку для того, чтобы быть уверенным, что начинка будет сочной. Я смотрю и уже представляю, как она будет лежать на новогоднем столе. Теперь нам нужно разделить получившуюся массу на две части. Одна третья и две трети. Сереж, то есть если будем одну щуку готовить, то тоже делить так. Одна треть и две. В любом случае. Идеально, по-моему. Сейчас у нас будет следующий важный момент. Паприка. Подожди, в одну третью часть? В одну третью часть. А, ты что? Главное, не перепутайте сладкую паприку с острым молотым перцем. То есть две трети остается вот неизменного цвета, да? Да. А та покраснела. Пока я мешаю, вы добавляете соль, перец и туда, и сюда. Надо хорошо вымешать, чтобы начинка была однородного цвета. Соли и сразу же переходи к клюкве. Высыпать? Высыпать. Клюкву сюда? Да. Это придаст нашему блюду очень интересный такой кисловато-сладковатый аромат. Слушай, ну меня это вообще восторгает, потому что у нас такие вкусы разные будут. А-а-а! Теперь я понимаю функцию нори. Разделять вкусы? Разделять вкусы. Берем нори, кладем широкой стороной к себе. Причем тут на самом деле неважно, есть матовая сторона и есть блестящая. Выкладываем красную начинку. До самого края не доходим. Берем вот так вот ее поджимаем чуть-чуть. Разравниваем вот так руками, чтобы начинка равномерно разошлась. Режу вот так вот. Это нам не нужно уже. Главное, смотрите, вы должны надавить, разровнять руками, чтобы оно к краям подошло. Так, ну... Ну, кстати, для первого раза очень даже неплохо. Пожалуйста. Так, теперь вот смотрите, делим напополам, потому что половина мне, половина Жени. И выкладываем начинку. По всей длине, слоем одной толщины, для того, чтобы рыба готовилась равномерно. И самая главная ошибка, которую часто допускают, это недостаточно начинки на хвост. Что же делать с этим? А как ты думаешь? Положить сюда. Видите, они как размякли. Да. Вот уже такое вот оно. Красиво же, да? Да. А вот теперь самое сложное на самом деле. Мы укутываем все это дело. Следующий этап, собственно говоря, это... Запихнуть ее в рукав для запекания. То есть мы скреплять никаким образом не будем? Будем, но не на этом моменте. Мы сначала рукав разрежем на две части. Завернем щуку как конфетку. Как рассчитать длину для запекания? Длина рыбы. Плюс мы должны оставить сантиметров по 10, на то, чтобы мы могли завернуть края. Да, пузом вниз начинаем. Да. Кладем вот так ее на один край. И просто заворачиваем. Плотненько. Оп. Как ловко и красиво. А здесь просто завязываем узлом? Да. Ну, прелесть в чем в данный момент? Не надо ничего зашивать. Потом вынимать нитку. Не надо переживать, что фарш куда-то вылезет. Все. Все на месте. Включить духовку? Да, прекрасно. Сколько градусов? Традиционно 180 градусов. Выкладываем на противень? Да. Класс. Ничем не надо смазывать. У нас щучки большие, они по диагонали. А, да-да-да. Вот. Я не знаю почему, но щука мне напоминает крокодила Гену. Так, нам понадобится один час для того, чтобы блюдо было полностью приготовленным. Женечка, вперед! При температуре 180 градусов фаршированная щука будет запекаться целый час. Посмотрим, какой получилась щука. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пропустите через мясорубку мясо с щуки, овсянку, запаренную на молоке, поджаренный лук. Затем добавьте яйца, воду, соль и перец. Тщательно перемешайте фарш. Отделите треть фарша и добавьте паприку. В остальной фарш добавьте сушеную клюкву. Сверните фарш с паприкой в ролл. Разровняйте кожу щуки, выложите на нее равномерно фарш с клюквой и по центру разместите ролл. Заверните шкуру рыбы, выложите фаршированную щуку в рукав для запекания, завяжите концы и положите в духовку разогретую до 180 градусов на один час. Евгения, как вы оцениваете этот результат? Шедевр. И перед тем, как мы попробуем это, я предлагаю выпить по чашке кофе. Погащайтесь, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Нескафе Классик. Заряд энергии и бодрости на весь день. Вашему сыну понравится эта фаршированная щука? Думаю, да. Давайте же наконец-то ее попробуем. Сразу чувствуется, что фарш достаточно сочный и мягкий, когда разрезаешь. Это вкусно. Очень. Это очень вкусно. Да. Нори здесь не только для красоты, но и для вкуса, поскольку вот такой легкий морской привкус они тоже дают. Прекрасно. Клюква ощущается. Кисленькое такое включение, как подарочек небольшой. А в целом я не ожидала, что это будет настолько изысканный вариант традиционной фаршированной рыбы. Ну что, Женечка, будете готовить? Да. Я в восторге. Я уже вижу ее на нашем новогоднем столе. Прекрасный результат. Спасибо. Привет, Ютуб! Хочешь знать много интересных рецептов со всего мира? Подписывайся на наш канал и будем готовить вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!